Это написали из игры... Из какого? Из Майнкрафта? У тебя же телефон команды прописывают, бывает такое? Так, вот, смотрите. Мы будем сегодня переселяться из вот этого вот домика. Я его так на некотором день... А где ты живёшь из этой деревни? Вот. Вот мой дом. И... Ты хочешь переселиться из него в другой дом? Да, потому что он очень маленький. И тут максимум, что помещается, это кровать-сундук, и снизу я сделала... Подвал. Подвал такой. Да. Ой, сколько печек, ты бы лучше сюда... Я могу вам показать команду, под плеером нужно написать свой ник, я в чат сейчас поставлю. Ты можешь сама послезти? У меня почти заполнен сундук. Я показала вам, вы можете использовать такую команду. Если кто-то там чихнул, будь здоров. Я делала мир. Спасибо. Когда ты делала мир, это ты не вставлял, не в творческий, когда создавала мир, а без творческого? 18. Если у тебя не было вещей, когда ты добавила... Я, смотрите, я создала, я создала мир в творческом режиме, нашла деревню и перешла в выживание. А откуда у тебя алмазы? Ты что, до записи нашла алмазы? Да, я... Почему? У меня скин Алекс. Кстати, как это делается, вот такая вещь? Как она делается? Какая? Вот такая вещь. Как вот такое ты высвечиваешься? Инвентарь? Ну, такой инвентарь. На компьютере? Ну, или... А на телефоне невозможно? На телефоне на три точки снизу нажать. Понятно. Попробуй. Так, короче, я сначала два дня подряд, учитывая вебинар, два часа искала алмазы и не могла их найти. Потом за кадром я их нашла всё-таки. Я нашла четыре алмаза. А может, икс-рей, икс-рей, икс-рей. Всё ясно, всё ясно. Хочу в чате... А. В чате команда по призванию яйца NPC, которую можно потом поставить. Под плеером нужно имя игрока. То, что выслали, но она не открывается. Это не ссылка. Ну да. Это просто команда, которая... Дайте, пожалуйста, мне рассказать. Пожалуйста. Вопрос. Подожди. Я сейчас расскажу. Я сейчас расскажу, и можно задать вопрос. Так. Я за кадром нашла четыре алмаза, скрафтила себе алмазную кирку, но не смогла скрафтить стол зачарования, потому что мне не хватало одного алмаза, а обсидиана у меня предостаточно, так скажем. И, пожалуйста, не рисуйте. Я всё вижу. Я не рисовала. Так. Я уже можешь убирать. Отключите комментарии участников. Всё. Больше всё... Всё. Больше никто не рисует. Молодец. И сегодня, когда я подготавливалась к этому вебинару, я решила пойти в небольшое путешествие, чтобы найти пустынный храм. Вон там вот у меня пустыня есть. Где? Ты нашла? Ты нашла пустыня? Нет. Я его не нашла, но я нашла очень глубокую шахту, и так как мне не хватало алмазов. Я пошла в неё. Там нашла, да? Да. Я там нашла пять алмазов. И кто-то на прошлом вебинаре говорил, то, что алмазы чаще всего спавнятся около лавы, это миф. Так вот, нет. Я его опровергаю. Потому что я и первую укладку нашла только благодаря тому, что пошла по лаве. Ну, в смысле... Он просто генерируется на одном и том же уровне, где лава. А чё ты, типа, почему ты в Майнкрафте не сделаешь себе либо кошку, либо собаку? Чё ты это не сделаешь? Не заведёшь себе в Майнкрафте питомца? Алмазы просто чаще спавнятся в пещерах. Ну да. А где ещё? Лава. А, кстати, я смотрю, но это правда я рассказываю. Когда я только сделала первый мир у себя, я встаю, ну, типа, я спамиваюсь, типа, ну, я же первый раз сделала без творческого режима, когда заходишь. У меня не было ни одной вещей. Потом сразу под себя прокапываю, и сразу вижу несколько... Я смотрю, одна кучка. Потом откапываю ещё, и я увидел, и возле меня было 10 алмазов под мной, как сказать. 10 алмазов не может быть такого. Может быть, мой друг, мой друг, когда... Ну, тогда это была забагованная кладка. Это была забагованная кладка. Либо это алмазы просто были рядом. Вообще, мой друг, вообще-то, мой друг находил 11 алмазов в одном месте. Ну, это могла быть забагованная кладка из 8 и 3 алмазов, или как-то ещё. Такое иногда бывает. Как ты себе такой большой дом будешь застроить? Ну, да. Говорят то, что самая максимальная кладка алмазов в Майнкрафте это 8 штук. Это разработчики подтвердили. Сейчас ты себе такую большую строишь, Соня. А что? Это не такая уж и большая? Тебе это немножко неровно. Где-то час будешь строить. Нет, это специально. Неровно, где-то специально. А ты двухэтажную делаешь? Даже не знаю. Давайте проголосуем в чате. Напишите 1, ну, цифру 1. Кто за двухэтажную, цифру 2. Кто за одноэтажную. Я бы хотела... Было бы логичнее наоборот, но да ладно. Я бы 2. Так, за двухэтажную я вижу, за одноэтажную я вижу. Так, стоп, стоп. Так. Если кто-то пишет два раза, это усложняет голосование. Так что прошу, пожалуйста, писать один раз. Так. Так. 2, 1. Ну, больше однерок, конечно. 1, 2, 1, 1. 2. 2. Да? Больше голосов за одноэтажную хату. Так что... За одноэтажную? Значит, будет однаэтажка? Будет однаэтажка, что ли? А мне кажется, больше за двухэтажку. Ну, как решили. Так, давайте еще раз голосование, а то это... Все по два раза писали, так что никто не знает, сколько раз. Так, хорошо. Я сейчас напишу в чат что-нибудь, допустим. Не знаю, что... Стоп. Так. Вот, я пишу в чат, и после этого... Начинаем. Да. Голосование. Начинаем голосование. Все писали по одному разу. Менять решение нельзя. Получается, один это для двухэтажного, а два это для одного... Для одногоэтажного, да? Да. Было бы логичнее, наоборот. Эй! Стоп! Волка! Пожалуйста, не пиши много раз. Это усложняет голосование. Так. Ладно. Один. Да. А вот теперь больше... Голосов за одноэтажный. Точнее, за одноэтажный. Одноэтажный или двухэтажный? Просто это как бы... Лучше одноэтажный, потому что тогда мы можем быстрее что-нибудь еще сделать. Как, к примеру, у тебя ведь есть алмазы? Можно ведь сделать стол зачарования и попытаться поубивать коров, чтобы получить максимальный уровень зачарования. Понятно. Ну, конечно, у меня нету книжки, я ее не могу найти. Так можно же просто найти корову, убить корову и достать тростника. Вот именно. А вот проблема в том, что у меня тут тростника нигде не растет. Так ты можешь поисследовать, что у тебя... Да, кстати. Ты можешь запомнить координаты. Так кто же тебя убьет? Иди в свой дом, в котором ты живешь больше, и поспи, и потом под утречко типа в Майнкрафте. Зачем? А зачем? Тут нет же монстров, ты ведь на пистол играешь. Мирно, что ли? Да. Да, я на мирном играю. Я на другом не умею. А попробуй на легком. На легком ведь интереснее. Нет. Лишь риск того, что не надо лучше играть под вечер. Это немножко усложняет вещи. Ну, вот и моба очень слабые. Мобы очень там до сих пор слабые. Я даже под сложный, мой первый мир на компьютерном Майнкрафте, я играл на сложном, в хардкоре. Нет, хардкор это другое. Хардкор у тебя только одна жизнь. Я знаю, но он все равно на харде. Ну, хард это просто сложное, сложное, когда моба сильная. Поставь туда факел, поставь рядышком факел куда-нибудь, светлее будет, кстати. Так, раз факел. Два факела. Два факела. А почему ты не пойдешь поисследовать это как-то? Ну, потому что сегодня у нас вебинар про то, как я строю дом новый. Потому что старый... Ложи. Нет. Выключай. Мама. Сонь. Ммм. Что? А ты можешь показать, как делать секретную дверь с картиной? Это не сейчас. Потому что... Там просто картина и таблички. И все. Я покажу чуть попозже. Я всегда делаю. Или можно использовать дебагстик. Я покажу чуть попозже. Хорошо? Если кто-нибудь знает, что такое дебагстик. Не еду. Чуть тебя огорчить, не знаю даже я. Вот можно выдать опять. Сонь, мне кажется, то, что ты в будущем, когда будешь блогер как бы, и мне кажется, ты станешь на первом месте или на втором из блогеров. Это очень маловероятно, потому что на первом месте, я не помню, сколько подписчиков. Сто миллионов. Сто пять миллионов или сто шесть. Ну, это довольно-таки... Под миллиарды просто. А ты получишь либо на второе место, либо на первое место ты попадешь. Ну, тут все знают Влада А4. Да, Влада А4 отстой, полный. Ну, говорят, что А4 бог. А кто тогда на самом деле бог? Кстати, да. Но я... Вот А4 он повторяет за мистер Бистом. Стоп. Стоп. Я считаю то, что Влад А4, ну да, он не такой уж плохой ютубер. Но, не поймите меня неправильно, мне кажется, то, что у него абсолютно все ролики, это постанова. Ну, не все, но большинство. Ну, да, в некоторых видео, конечно, будут какие-нибудь непредсказуемые моменты, даже для съемочных... Я это... Даже для съемок. Но... Все равно, мне как-то мало верится, то, что... Допустим, я... Я начинаю смотреть его как... Я начинаю смотреть какой-то его ролик. А4? Да, я начинаю смотреть какой-то ролик этого самого Влада А4. И? И... И он чувствуется как майнкрафтовский жизненный компот. Знаешь ютубера о компотах? Да, 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 знаю. Кстати, вы скажете, я знаю. Он чувствуется, да, реально, он чувствуется, потому что... Ну, вот я помню, был один ролик, где они, типа, искали пиратский клад. А пиратом был Глент, который в начале ролика, когда они приплыли на этот самый остров, Ну, это, конечно. Бежал куда-то... Это 100%. Но некоторые видео бывают иногда. Нет, мне не нравятся все. Я, кстати... Но какие-нибудь там с догонялками против профессиональных паркурецов прикольно было. А я и смотрю компота. Мне что-то его не нравится смотреть. Мне тоже. Да, мне тоже. Он очень даже раздражительный. Вот его название видео, они максимально раздражают. Он убогий. Зачем он себя назвал компотом, кстати? Вот еще... Кстати, да, никто об этом не подумал. Зачем он назвал себя компот? Он что, из него можно пить, что ли? Его можно пить? Он что? Вы не понимаете мем. Вы не понимаете мем. Он что говорит, что... Я... Я... Я смотрю мультики, поймут. И те, кому... Я... Когда кто-то сказал мем... Я... Когда кто-то сказал, вы не понимаете мем, я сразу вспомнила один мем с предметом мимознания. Мимознание. Что? Мне кажется... Мимознание. Мимознание. Кто знает Донкара? Предмет в школе будет, наверное. Кто знает Донкара? Я знаю. Я знаю. Я не знаю. И я его смотрю чисто для того, чтобы расслабиться и поугарать. А я всегда смотрю его, чтобы посмеяться. Ну да. Мой любимый блогер, он не знаю почему, но мне нравится больше Донкара смотреть. Он веселый, он смешно. Он постоянно говорит, что все не будет. Донкаром можно поржать как следует. Я еще не понимаю. Он... Некоторые ютуберы просто так для смеха притворяются тупенькими. Или они реально настолько тупенькие, что не могут сделать элементарную вещь. Для смеха, конечно же. Ты сама наверняка. Ну, нубики, может, в Майнкрафте, к примеру, которые еще ничего не знают. Я, кстати... Знаете, мне кажется, что вот, как кто-то сказал, да, нереально у меня сломался топор. Где еще раз есть? Еще один, то есть. Кстати, кто знает Аида? Еще два. Аид. Кто знает Аида? Знаю, знаю. А Эдисона кто-то смотрит? Я Аида мало смотрю, вообще мало. Я почти... А Эдисона кто-то знает? Эдисон. Я знаю. Только я его уже забросила, только смотрю Данкера. Я один... Эдисон, Пепедисон. Я больше Данкара смотрю. Вот. Я не смотрю. Я смотрю только Данкар. Не Данкар, а Боевой Червяк. Да. Каркар замечательный и прекрасный. Прекрасный. Каркар замечательный. Это Майнкрафт. Петр потерялся. 2.0. Ну, вот, смотрите, как-то так получается. Слоями. Слоями. Я дом слоями строю. Слоями, как торт. Ребята, пожалуйста, не называйте меня тупенькой, но я случайно, сама по себе случайно выключила. Выключила, и случайно у меня вышла... я вышла. Случайно убрала от конференции, ушла случайно. Ну, бывает. А кто-нибудь из вас, знаете, кто-нибудь из вас, мистер Бистер? Нет. Я знаю. Нет. Я знаю. Я знаю. Я почти всех блогеров знаю. Я не знаю. Нет. А вот те, кто хорошо знают Эдисона, как блогера, знают то, что у него был очень близкий друг Жека. Да. Я знаю. Да, 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 да. Я знаю. Я не пошла речь. И у него сейчас меньше подписчиков, чем у Жеки. Почему? Нет. Наоборот, больше. У Жеки меньше подписчиков, чем у Эдисона. Эдисона. Потому что у Эдисона почти 7 миллионов. Да, так, я помню. У него уже 7 миллионов. Я только что посмотрела. Но, знаете, у этого самого Жеки жизнь интересней, потому что ему недавно запинили дверь. Реально, его замуровали в квартире. А, его не смотрели в видео? Хейтеры. Хейтеры замуровали в квартире ютубера. У него теперь не может выйти. Соня, собери, пожалуйста, вот эти землю. Соня, знаешь что? Это. Он там до сих пор сидит. Делай из них лестницу. И так будет легче. Потому что ненужная земля. И, кстати, ты из этого можешь все сделать. Лучше землю поставить, чем блоки тратить. Я их все равно потом ломаю. Но, в любом случае, я делаю то, как мне удобнее. Так. Стекло у меня есть. Так. Так. Опять минуту. Ну, зачем ты тратишь хп? Зачем ты тратишь хп? Я на мирном играю, они у меня моментально восстанавливаются. Моментально? Да. Почти моментально. Я в огне сгореть не могу. Потому что ты написывали. Это он слишком манба. Лучше на Илья играть. А то писал, он вообще неинтересный. Да, это вообще неинтересно. И зачем мы падаем, а? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А у меня наоборот. Кстати, кто снимается в лайке или тиктоке? Ну, у меня есть и лайк, и тикток. Но я их загрузила только для того, чтобы именно смотреть. Я не снимаюсь. А я в лайке снимаюсь. Я в лайке снимаюсь, а в тиктоке не хочу сниматься. Говорят, в тиктоках очень деньги зарабатывают. Ну, возможно, некоторые, но зато в тиктоке есть Эдисон. М-да. А еще в тиктоке есть Жека. И мне очень нравятся обзоры на эти самые тиктоки и снимания этих самых тиктоков. Мне они очень нравятся, и поэтому я на него подписалась. То, что он сказал, когда у него будет миллион подписчиков в тиктоке, и он выпустит очередное видео. Наверное, никто не понял, но да ладно. Так. Пока мы тут все разговаривали, я отстроила уже почти весь дом. Осталось только двери, окна и крыша. Крыша у меня есть. Очень хорошая идея, как я делаю обычно. Так. Так, так, так. Но для начала надо... Раз, два. Подождите, меня там кто-то стучит. Подождите, я сейчас... Куда? В дверь? Да, по-моему. По-моему, там FBI. Вот так. Хорошично. До свидания. Адьёс. Её, две минуты, я верно пошёл. А сколько ещё время осталось до конца? Так. Во сколько я сюда пришла? А, я сюда пришла в шесть часов где-то. Ну, осталось ещё где-то полчаса. Но, если хотите, можете уйти позже, потому что следующий вебинар тоже будет по этому... По миру выживания. И для тех, кто пропустил, и для тех, кто пропустил, я сделаю специальный обзор на дом. Хорошо? А можно ты в чате напишешь название канала или ссылку? На мой ютуб-канал? Да. Ссылка на мой ютуб-канал. Есть приглашение на вебинар. То есть в телеграме, да? Да. Но у меня телеграма нет. Проблема. А может... А как называется сам? Может, я его найду? Укона ковид. А кон это моё кодовое имя, а ковид, потому что коронавирус. А кон... Можно вопрос? Да, можно. А где ты берёшь стекло? Переплавляю его в печке. Это уголь? Песок или уголь? Нет. Я добываю песок, переплавляю его в печке и получаю стекло. Да. Понятно? Или не понятно? Да, понятно. Понятно. Хорошо. А кона ковид или а кону... А кон ковид или как? О... По... Всё по-английски. О-кон-а... Ковид. О-кон-а-ковид. По-английски. В ютубе. А-а-а... Сейчас попробую. С пробелом? Да. И, кстати... Если кто не знает... И, кстати, если кто не знает, Со мной можно поиграть в игры. Например, в Майнкрафт. Ну, это логично, но могу поиграть в Майнкрафт я с планшета. А, то есть на телефоне? Ну, телефон, планшет, неважно. В Майнкрафт, в смысле? Ну, короче, со мной можно играть в игры. Через телефон. Мой... Да. Если кто не понял. Со мной можно поиграть в какие-то игры. Если вы это реально... Если вы хотите поиграть со мной в игры, напишите мне в личку в Телеграме. Я есть и в чате Майнкрафта, и в чате вертолёта. Ну, есть... У моей мамы нету Телеграма. Даже. А тогда как ты сюда попал? Не попала. Фико знает. Мама... Прекрасная логика, конечно. Спасибо, конечно, но... Спасибо, конечно, но это прекрасная логика. Ссылка из Фейсбука. Фейсбуке ещё. Да, Фейсбук, да. Меня тоже мама закинула через Фейсбуку. Ёберный театр. Ну, значит, качайте этот... Телеграм. А номер телефона нужна? Я свой номер телефона. Знаете, в чём проблема? Мама мне не разрешает качать Телеграм. А, ну... Да, действительно, проблема. Хорошо. Хорошо. Хорошая проблема. Ну, если... Ну, значит, тогда... Это... 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 Ютубера... Ладно, я... Мне потом скажу. Хорошо. В конце вебинара я напишу в чат свой номер телефона. И вы можете мне написать в WhatsApp или позвонить. Ребята, через пять минут новое занятие уже начинается, заканчиваете понемногу. Хорошо? А, хорошо. Спасибо, что сказали. Кто-нибудь из вас знает ютуберов Фейсая? Да. Да? Вообще-то, вообще-то, кожаные штаны нужны, чтобы Фикса смотреть. Нет, нет, нет. Я знаю, что это Фикса. Кожаные штаны... Кожаные штаны... Я знаю, что это Фикса. Я знаю, что все Фикса. Да, Фикса. Фикса, да. И только в кожаных штанах. Но уже или это Therapy. Нет, вообще-то, да. Я сразу... Когда кто-то говорит, либо фиксай, либо фиксплей, меня сразу начинают играть музон. И только кожаные штаны, уже лесная салфага. Есть такой этак. Я не знаю, у меня этот трек, я его давно ждала, потому что я смотрю фиксплей я очень давно. И, в принципе, эти кожаные штаны он еще обещал, когда только начинал... Скайблок. Да, это не Скайблок, это Ванблок. Это Ванблок, Скайблок. Ну, можно и так сказать. Короче, он эти кожаные штаны обещал еще в начале этого самого штука. Так что я очень давно ждала, и вот, наконец-то. Ну, ладно, я хочу вам показать, что мы тут настроили. Смотрите, вот получилось как-то так за весь вебинар. Вот раз. Вы знаете такой, ну, не ютубер, а как его, который аккаунт на ютубе под названием Многонотка.ком? Не знаю я. На нем на пианино сыграли лучше, чем сам фикс. Соня. Так, погодите. Я хотел, я хотел сказать то, что у нас уже, так скажем, вышло время вебинара, но я есть в чате Майнкрафта, и я сейчас пришлю в чат мой номер, чтобы вы могли мне написать. Так. Благо я его помню. Так, и запишу. Так, почему 32? Вот так. Должно быть 42. Так, нет. Вот мой номер телефона. Плюс 7, 980, 938. Важно раз. 7, 980. А у тебя мега, этот, МГТС? Понятия не имею, это не ясно. А я чё? Ну, короче... Я 42 пригода... 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 Я 42... Прости, простите, но если вы там с телефона или с планшета, можете заскринить мой номер, и потом его списать. Потому что сейчас у нас уже вышло время вебинара, но через неделю мы встретимся. И я дострою дом. Кот, ты чё на меня так смотришь? Кот, Кот, мне... Ну, ладно.